Работа депутатов в Щелковском историко-краеведческом музее, где они провели выездное заседание своей постоянной комиссии по культуре, началась с экскурсии по обновленным и реконструированным залам, где сами интерьеры и экспонаты и есть наглядное воплощение осуществленных замыслов по развитию музейного дела. С историческими артефактами знакомила депутатов директор музея Наталья Богданова. Наша коллекция уникальная. Это собрано Зинаи Георгиевна из экспедиции с того момента, как музей в 1999 году открылся. И постепенно все равно к нам прибывает и прибывает и прибывает. Здесь все предметы приблизны. Нет ни одной реконструкции, ни одной формы. Перед депутатами выступил с изложением основных установок, которые были осуществлены при проведении реконструкции новых уже действующих залов. Один из авторов концепции развития музея – архитектор Алексей Воробьев. То есть получается такой как бы микс современного и исторического. Это всегда на контрасте. Видно, что старое и что новое. Потому что следующие поколения, они тоже когда придут на первом этапе, они сделают что-то свое. Но при этом они поймут, что это делало наше поколение, а историческое как и дело только поколение. И на самом деле это одна из вообще, наверное, самых фундаментальных задач музея, чтобы люди все-таки чувствовали, что они стоят на плечах тех людей, которые еще были. Если это ощущение прилить, мне кажется, что многое что может изменить. Депутаты на протяжении всего времени, пока шла реконструкция музея, неоднократно знакомились с тем, как выполнялись работы. И теперь им хотелось лично убедиться, что объединенные усилия и специалистов, и представителей властных структур, которые имели непосредственное отношение к бюджетному финансированию, увенчались успехом. Мы хотели бы из первых уст услышать депутаты, поскольку все-таки музей муниципальный, деньги выделяются из бюджета Щелковского района. Мы хотели бы увидеть, услышать, как реализуются бюджетные средства и насколько это все будет доступно, интересно населению, насколько история нашего края будет сохраняться. Депутаты нашли изменения, которые произошли в музее, очень важными для жителей Щелково. Я сегодня увидела новый музей, обновленный музей. Музей, конечно, очень красивый, мне очень понравился экспозиция и все, в общем-то, задумки, которые наши сотрудники этого музея запланировали. Конечно, они очень грандиозные, они впечатляющие. Депутаты говорили о том, что необходимо помочь и историко-краеведческому музею в Щелкове, и музеям в других поселениях, чтобы они имели потенциал развития. Например, могли позволить себе своевременно закупать экспонаты, которые, как это, к сожалению, пока случается, если их не получить немедленно, сейчас будут просто утеряны навсегда. Я столкнулась с Душеновским музеем, который сейчас привезли с Владимирской области экспонаты, там прялки, вот разная вот эта утварь, такую старинную. А мы не можем купить. Я сама давала у наших предпринимателей, собирала, просто собирала, чтобы закупить, нам надо было 35 тысяч. Такие же проблемы у Натальи Владимировны. А как развивать музей, если не выделяются на эти деньги? Они, может, выделяются, но у нас нет функционала их закупить законодательно. Вот проблема. Одним из итогов выездного заседания стало принятие протокольного решения, в котором предлагается, в том числе, создать в муниципалитете, объединенный едиными задачами и целями, музейно-выставочный кластер при участии больших и малых музеев не только в Щелкове, но и в городских и сельских поселениях, на предприятиях, в школах и в других организациях района. То есть, вокруг главного музея, вокруг его специалистов, объединить усилия всех энтузиастов и организаторов музейного дела. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».